И на самом деле это такая практика, которая появилась за время правления Путина. Что они делали? Голубы. Голубы, да. Железяк. И вот такой метод давления на оппонентов был очень активно использовался именно за время правления Путина. То есть этот человек, условно, Владимир Владимирович, позволил людям поставить на поток такую возможность устранить своих оппонентов. То есть там во время перформанса Денис Мустафин засчитывал список людей, кого таким же способом либо убрали, либо пытались убрать. Там получилось так, что одно дело, когда я нарисовал, очень быстро достаточно, нарисовал эту надпись, но еще потом я 4 часа пытался ее отмыть. И так и не смог отмыть, а осталось одно большое кровавое пятно. И наши арт-критики сказали, что то же самое и Путин легко стал президентом, но после того, как он покинет свой пост, что еще долго мы будем вспоминать об этом человеке. Бороборинг. Да, да. И это было об этом же. То есть меня топили в аквариуме. Ну то есть это было на самом деле реально, потому что я не был знаком с этими людьми, и они не были со мной знакомы. И им сказали, вы должны себя вести очень реалистично. И в октябре, в октябре 2011 года меня посадили в тюрьму. Посадили за то, что я облил прокурора водой. Столкновение оппозиционеров с полицией произошло у здания Тверского суда Москвы. Они выступили против обвинительного приговора участникам беспорядков на Манежной площади. Один из активистов облил водой прокурора, когда представитель гособвинения общался с журналистами, после чего полицейские задержали более 10 человек. Все, спасибо. И через два месяца меня освободили и дали мне 6 месяцев исправительных работ. Ну и вот последнее. Патеря Бас и Маяковские чтения. Я делаю уже третий год поэтические чтения возле памятника Маяковскому. Да? Ну вот последние чтения были у нас в этом воскресенье, 31 марта. Мы делали в Позге. Вот. Ну а впереди у нас большие планы. Продолжение следует...